Авторы пошли на тактическую уловку и насытили свой документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они, конечно, постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму и ее осуществить. По сути, резолюция США – это лицензия на это и со стороны Совета Безопасности. В то время как тысячи палестинских детей продолжат гибнуть. Совет не может связать себя такой резолюцией, иначе это будет его полной самодискредитацией. Американская коллега упоминала о многочисленных НПО, которые оказывают помощь. Хочу сказать, что первое, о чем просят эти НПО и гуманитарные организации, которые хотят оказать помощь, это о прекращении огня. Отдельная крупная юридическая проблема в проекте – это ссылки на право на самооборону, которые, как это подтверждено Международным судом в консультативном заключении 2004 года, неприменимы в случае, если речь идет об оккупирующей державе. А именно ей в отношении палестинских территорий Израиль и является.